Работать на себя человек начал еще с древних времен. Плоды своего труда продавал или меня. Сейчас специалисты, работающие на себя, получают деньги. В этом году труд таких людей государство решило узаконить. Им предложило выйти из тени и начать использовать новый льготный налоговый режим. С 1 января 2019 года появился новый льготный режим налогообложения. Это налог на профессиональный доход. Этот налог в виде эксперимента введен в четырех субъектах. Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. Россияне назвали эту обязанность перед государством налогом для самозанятых. Но только многие не знают ни преимуществ, ни правил. В общем понимании, это специалисты, которые сами себе начальники и не имеют подчиненных. К самозанятым могут относиться репетиторы, косметологи, парикмахеры, чаще всего работающие на дому, фотографы, а также дизайнеры и другие специалисты, оказывающие услуги через интернет. Человек, который сдает в аренду комнату, квартиру или дом, также может стать самозанятым. Должно быть одно из условий – это не применяться наемный труд. И доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Вот этот режим налог на профессиональный доход может применять и физическое лицо, и индивидуальный предприниматель. Если это парикмахер, то, в принципе, он может быть и в статусе предпринимателя. Вот он тоже на себя работает. Его можно тоже отнести к самозанятым. Единственный, кто не может, допустим, применять этот режим налогообложения, это люди, которые занимаются перепродажей. Это агенты, это комиссионеры, то есть кто занимает посреднической какой-то деятельностью. Также они могут применять этот режим налогообложения физические лица и индивидуальные предприниматели, которые реализуют подоксизмные товары и товары, которые подпадают под маркировку. Зачем государство предлагает таким гражданам выходить из тени? Гражданин, который, в принципе, не декларирует свой доход, нарушает закон. Это первое. Вторая причина, то, что вам не придется тратить время на всякие судебные разбирательства, потому что очень много поступает в налоговый орган жалоб друг на друга. Например, соседи жалуются, что сдается квартира. Приходится, вызываем налоговый орган, работаем с этой категорией граждан. Поэтому вам не придется тратить время на всякие судебные, на штрафные санкции. Вы будете спокойно развивать свой бизнес. Ну и вы сможете поднять свою репутацию, и больше у вас будет клиентов. Анна Айгеева хочет больше времени проводить с семьей, поэтому планирует работать на дому. Только вопросов больше, чем ответов. Я хочу узнать все подробности оформления самозанятости, чтобы это сделать правильно и законно. Потому что в будущем планируют заняться репетиторством. Каждый месяц количество таких жителей, желающих работать в ладу законным и на себя, растет. Мы проводим каждый месяц анализ и смотрим, какая категория у нас регистрируется, сколько человек перешли на этот режим налогообложения. Вот на данный момент у нас уже 1290, почти 1300 человек зарегистрировались на этот режим налогообложения. Эту информацию мы направляем и в администрацию. Они тоже работают в этом направлении. Перейти на налоговый режим людей подталкивает и возможность работать, как говорится, с чистой совестью перед государством и по ряду других причин. Не надо приходить в налоговый орган. Это первая причина. То есть вы самостоятельно можете зарегистрироваться на этот налог. Вторая причина. Вам не нужно будет сдавать отчетность. Дальше. У вас не будут расходы на приобретение ККТ. Анлайн-кассы не нужны. Самозанятый гражданин сам волен решать, платить ему пенсионные взносы или нет. Вы сами можете контролировать свой бизнес и можете в любой момент сформировать справку о своих доходах. То есть это будет легально. Как же гражданину зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве самозанятого? Первое. Вы должны зарегистрироваться. Вы должны скачать приложение. Приложение называется «Мой налог». Можно его скачать через интернет, можно через сайт ФНС, также через госуслуги. Вы скачали это приложение, зарегистрировались. Чтобы зарегистрироваться, вам всего лишь нужны ваши паспортные данные и фотографии. Вы можете сфотографировать с помощью телефона, паспортные данные и селфи, свою фотографию. И заполнить реквизиты и отправить. То есть вы зарегистрировались. Можно также зарегистрироваться через личный кабинет. Для этого достаточно только ваша ИНН. Третий способ – это можно через кредитную организацию. После регистрации специалист может спокойно заниматься своим видом деятельности, оказывать услугу. Но каждую сумму полученного дохода следует пробивать в приложении. Затем формировать чек. Эта информация поступает в налоговый орган. Каждый месяц налоговый орган 12 числа за следующим месяцем начисляет вам налог. На основании этой информации до 25 числа вы должны оплатить этот налог. И еще хотелось отметить, бывает так, что налог мизерный получается, менее, ну маленький, менее 100 рублей. Тогда этот налог переходит на следующий месяц. Для самозанятых предусмотрена льгота. Налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Допустим, доход за год достиг 200 тысяч рублей. 190 тысяч рублей только облагается налогом. Но он не одновременно, а постепенно у вас этот вычет происходит в течение месяца. Сначала 1% и так далее, потом 2%. И в течение года вы используете вот этот вычет. Еще одна удобная функция – приложение для самозанятых. Для получения справки они могут не обращаться в налоговую инспекцию, а запросить данные, не выходя из дома. А эту справку вы можете сами сформировать в налоговом приложении. Вот мой налог. То есть самостоятельно сформировать на любую дату, за любое время. Самые занятые могут работать и с юридическими лицами, оказывать им свои услуги. Здесь уже возникает другой налог. Если с юридическими лицами 4%, то с юридическими 6%. И самое важное, хотелось отметить, что вот эти юридические лица, вот эти ваши услуги могут отнести в свои затраты. То есть достаточно им будет, чтобы вы выдали им вот этот чек, где будет написано, какую вы произвели услугу, какой организации, и тогда эта организация сможет включить в расходную часть. Можно ли индивидуальному предпринимателю перейти на новый специальный режим налог на профессиональный доход? Они не могут совмещать его с другими специальными режимами. Если индивидуальный предприниматель стоит на учете по специальному режиму, например, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения или единый сельхозналог, то этот предприниматель после постановки на учет в качестве налога на профессиональный доход в течение 30 дней должен представить налоговый орган уведомление о прекращении применения специального режима. Например, уведомление о прекращении упрощенной системы налогообложения. Если он этого не сделает, то этот индивидуальный предприниматель будет сняться с этого режима налогообложения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok